Уже шестой год Международный университет информационных технологий проводит крупнейший в СНГ фестиваль инновационных идей «Хакдэй Казахстан». Данное мероприятие в Алматы начало свою историю в 2010 году и сегодня пользуется большой популярностью среди молодежи. По традиции фестиваль прошел на территории просторного комворкинга бизнес-фабрика в Алматы Таурс. Перед его торжественным открытием состоялась пресс-конференция. На ней были оговорены условия конкурса, а также звучали слова благодарности спонсорам и всем участникам, кто помогал организовывать данный фестиваль. Представитель международного инвестиционного холдинга Idea Wave Labs Крис Чордж отметил, что они заинтересованы в инвестировании перспективных казахстанских стартапов и в данном направлении планируют тесно сотрудничать с Алматы Техкарден. «Хакдэй в Казахстане» отличается от аналогов, проводимых за рубежом, ведь он уникальный и более масштабный. Так, например, казахстанский «Хакдэй» включает в себя секции, которых больше нет нигде. Кино и видео, контент и медиа, фотография, дизайн и анимация. Именно в них могут принять участие практически все желающие, которые любят творить и реализовывать свои проекты в жизнь. Уникальное событие проходило в режиме нон-стоп, и в этом году его посетило 2998 участников. Они зарегистрировали 847 проектов, а это в два раза больше, чем в прошлые годы. Также на «Хакдэй» были приглашены особые гости, которые выступили в качестве спикеров и членов жюри. В этом году своими знаниями поделились популярный российский ютюбер Руслан Усачев, успешный разработчик интернет-проектов и мобильной связи Михаил Кеченов, сооснователь издательского дома «Комитет» Влад Цыплухин, разработчик и сооснователь школы программирования «Мессед» Алексей Поемцев, основатель студии мобильных приложений «Клича» Владимир Шрейбер и многие другие. И знаете, вот глядя на шестой год, глядя на этот фестиваль, я настолько уверена в том, что наша молодежь, она сделает нашу страну процветающей. И сегодня я говорила о том, что в связи с последними событиями, с земельным кодексом и так далее, я сама участвовала в рабочей группе, я отштудировала уже этот земельный кодекс, я помогала юристам, помогала работникам разных структур ответить на вопросы населения. Вы знаете, я сама поняла, что настолько сейчас государство предлагает шансы и возможность нашим гражданам приобрести землю в собственность, и ни одному иностранцу эта земля не дается в продажу, только в аренду, и при том там такие схемы, что иностранец, даже если он через фестивный брак, через какие-то лазейки попытается приобрести эту землю, у него это не получится. Поэтому, уважаемые граждане Казахстана, я хочу вас уверить, что закон правильный, и основная задача этого закона – это сподвигнуть казахстанцев стать хозяевами своей земли. Вот сегодня здесь более полутора тысяч молодых людей, и я сказала, что может быть на следующий год будет смысл сделать секцию, отдельную секцию, айти в сельском хозяйстве, потому что реально сельское хозяйство сейчас нуждается именно в инновационных идеях, но я была приятно удивлена, сейчас ко мне подошли ребята молодые, что они уже делают в этом году проекты для сельского хозяйства. Это здорово, это тема, которая должна просто у нас быть номер один в стране, именно освоение земли, именно улучшение наших земель. Вы знаете, что лет через несколько, полагаю, что лет через 50 будет огромная проблема в мире, это недостаток продуктов, то есть дефицит продуктов, и наша страна реально может стать продуктовой базой всего мира. У нас есть земли, у нас плодородные земли, у нас есть люди, у нас органика, то есть это органические продукты, чистые, без химикатов. В Америке органические продукты стоят в 3-4 раза дороже. В нашей стране мы даже с вами недооцениваем то, чего мы имеем, вот это богатство. И я так думаю, сейчас самые разумные люди в стране должны попытаться вот сконсолидироваться и помочь вот этот закон реализовать. Его нужно просто реализовать, да, земледелие наше, поднять сельское хозяйство, поднять животноводство. Вы знаете, что вокруг нас Россия и Китай за 2015 год, они купили, приобрели говядины на 4 миллиарда долларов США. Это потрясающие рынки, куда мы можем наше животноводство повернуть. Только осталось трудиться и только осталось действительно стать владельцами своей земли, возделать, приглашать иностранных инвесторов, потому что понятное дело, что нам самим ни сил не хватит, ни технологий не хватит. Нужно приглашать инвесторов, да, инвесторы придут. Ну, если честно, а такой большой очереди от иностранцев, вот прямо сейчас, что они стоят в очереди раскупить земли Казахстана, там взять ее в аренду, такой очереди нет. В первую очередь землю должны приобрести наши, наши соотечественники. И цена-то, цена-то не сильно большая на самом деле, да. Вот когда ее возделаем, когда мы на ней откроем производство, тогда цена будет сумасшедшая. Это невероятная выгода. Поэтому я призываю все население Казахстана, во-первых, успокоиться. Я сама действительно тоже очень сильно переживала, так же, как и все. Но, простудировав все эти вопросы, я призываю успокоиться все население Казахстана, да, сосредоточиться над созиданием. И не надо лезть вот в эти вот разрушения, нужно, наоборот, созидать в нашей стране. И тогда действительно все будет хорошо, у нас потрясающий потенциал. А самое главное, у нас удивительная молодежь, самая прогрессивная, самая инновационная молодежь тратит свои выходные на то, чтобы здесь что-то придумать, здесь что-то создать. Вот это и есть будущее Казахстана. Спасибо. Генеральным партнером мероприятия выступила компания Samsung с продуктом Galaxy S7. Они подготовили задания в шести номинациях, за успешное выполнение которых победители получат призы и подарки. Умные часы, смартфоны, моноподы и фирменные сувениры от спонсоров. Пятилетний опыт проведения фестиваля показывает, что Хакдей не просто очередная интернет-конференция в формате посидеть, послушать и разойтись. Это реальная стартовая площадка, где можно реализовать проект своей мечты, познакомиться с единомышленниками и показать себя потенциальному работодателю. Продолжение следует...